Диана Петровна, Татьяна Ивановна Диана Петровна, Татьяна Ивановна Диана Петровна, Татьяна Ивановна, специалист высшей категории, учитель-методист, руководитель городского консультационного пункта для учителей английского языка, руководитель мастер-класса по обмену опытом работы, учитель-наставник, учитель-новатор. Руководитель мастер-класса «Как подготовить неподготовленную речь» в начале было слово «Обучение грамматики далой рутину приемы оптимизации урока английского языка». Диана Петровна, Татьяна Ивановна Диана Петровна, Татьяна Ивановна Диана Петровна, Татьяна Ивановна Подчеркивает, что на уроках английского языка в начальной школе доминирующими являются репродуктивные виды деятельности на основе речевых образцов. Однако, однообразие шаблонов повторения одних и тех же действий снижает интерес к обучению. Следовательно, учитель должен оптимизировать свой урок. Постараемся с вами найти тот наилучший вариант, который бы помог нам оптимизировать урок. В более узком значении слово «оптимизация» — это не только выбор наилучшего варианта из множества возможных, но это еще и выбор, при котором вы используете минимум времени и минимум оборудования. А для нас это достаточно актуально, потому что нам нужно с вами наобразить и языковую компетенцию, и социокультурную, и речевую компетенцию, и деятельностью компетенцию. И всего у нас 45 минут, а иногда и 30 минут. И не всегда у нас есть под рукой то, чего хотелось бы. Максимум — это магнитофон, в лучшем случае компьютер, хотя хотелось бы иметь и больше. Почему ритм? Потому что это биологическое естество у каждого человека и маленького темного. Философская категория. Что такое ритм? Общество и природа развиваются в астеральность. Это ритм. Только на другом уровне. Дальше. Смена дня и ночи — это ритм. Смена времен года — это ритм. Детский режим — это ритм. И ребенок вообще живет в состоянии ритма. Потому что он только родился, и мама его качает. Бай-бай. Это ритм. Ребенок делает первые шаги, и папа ему говорит «стоп-стоп». И это тоже ритм. То есть для ребенка настолько это естественная среда, в которой он живет, которую мы и должны использовать. Вот использование ритмических основ — это один из приемов оптимизации обучения. Ритм для того, чтобы ввести новую лексику. Ритм для того, чтобы ввести новую грамматическую структуру. Ритм для того, чтобы ребенок был мотивирован. Потому что то, что ритмически, то получается. Что получается, приносит удовлетворение. Что приносит удовлетворение, то мотивирует к обучению. Поэтому ритмушки, считалки, песенки — все это необходимый джентльменский набор для обучения детей в начальной школе. Но для того, чтобы ребенок ритмическую основу усвоил, это же должно быть многократное повторение. А многократное повторение утомляет. Особенно для детей, у которых неплохая природа. Теперь давайте попробуем произнести это как котенок. Он замерз под дождем, а коты, как известно, не любят воды. Поэтому кот говорит. И здесь идет социокультурная компетенция. У нас как кот говорит? Мяу. По-английски кот говорит. Мяу. Вот мы начинаем. Мяу. Мяу. Рейн о длиннадцать. Рейн о длиннадцать. Рейн о длиннадцать. Рейн о длиннадцать. Но не о длиннадцать. Вот. Это может быть три раза на одном уроке. Это может быть на разных уроках. Но вот этот маленький такой, ну незначительный подход делает эту рифмовку интересной. Ученики вместе с учителем создают рифмующиеся строчки об изучаемой букве, стараясь как можно точнее отобразить характерные черты географического образа. И мы, пользуясь сейчас одним из приемов, который называется прием придумывания в методе развития творческого мышления, заменяем слово fly на любое другое слово. И при этом ребенок выдает свой творческий продукт. Вот когда мы говорим о том, что нужно развивать творческие способности ребенка на уроке, так вот это тот случай. Почему? Потому что если ребенок сделал это сам, он выдал уже новый продукт. И мы говорим. Fly little butterfly, fly into the blue sky, one, two, three, you are free. Хорошо. Fly little ladybird, fly, извините, совсем уже вытал. Lady girl, fly, fly into the blue sky, one, two, three, you are free. Fly little bee, fly, fly into the blue sky и так далее. Таким образом можно не особо напрягаясь ввести даже лексические единицы, которые не являются лексическими единицами активного словаря. Вместе с тем, поверьте мне, когда детям интересно, они обогащают это и выдают у них потрясающие панцы. Американцы считают, что всякий культурный образованный человек должен быть знаком с канонами западной литературы. Суть в том, что сейчас будет звучать музыка. У каждого из вас свое образо. Если я хочу, чтобы это был образ, приближенный к нашей теме, я могу сказать, чем мы будем заниматься сейчас. Итак, ваша задача – нарисовать то, что приходит вам в голову, когда вы слушаете эту музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но мы сматываем так, чтобы она немножечко потом у нас раздрыгнулась. То есть мы ее сматываем не очень туда, но и очень слабо. Теперь она у нас немножечко раздрыгнулась. И вы понимаете, что получается? Детельная семья. Мы немножко строжки. Мы разрываем. Разрываем. Делаем вот такие. Можно вот такие ложки делать. Дико обязательно приносится в глаза, в так далее, в таком рот. Все у нас готово. О чем мы начинаем говорить? I've got a snail. Your name is Julie. My snail is yellow. It is big. Каждый описал свое. Теперь мы начинаем путешествовать. Вот мы начинаем путешествовать. So one day the yellow snail meets an orange snail. Hello. Hello. What's your name? My name is yellow snail. Я хочу, чтобы это было snail. What's your name? My name is orange. Orange snail. Пускай snail. How are you? I'm fine. And how are you? I'm fine. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Look. This is a tree. This is a tree. This is a tree. This is a tree. And I can see a bird in the tree. There is a flower near the tree. There is a flower near the tree. There is a flower near the tree. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!